Значит, сегодня будем смотреть партии четвертого чемпиона мира по шахтам Александра Алёхина. В 1927 году он стал чемпионом мира, обыграв матчей Хосе Рауле Капаблан. Матч был до шести побед, но и, соответственно, потребовалось 32 партии. Шесть выиграл Алёхин, стал чемпионом мира, три Капаблан. Ну и начнем с ранних партий. Так, Розинский Орех, 1912 год. Всем видно, слышно хорошо? Да. Хорошо. Так, Егор, где не принялся? Кто еще? Козиков Багдан. А, Козиков Багдан. Хорошо, Козиков. Завтра турнир, как обычно, в 12, не забываем. Так, Розинский Орехин. Смотрим внимательно, буду вопросы по ходу дела задавать. Будете отвечать. Так, в 1913 год, Алёхину, значит, 21 год. Он в 1892 родился. Так. Алёхин черными. Орехин, О4, Е5. Кони В3. Кон СА6, слон СА4, Д6. Защита Филидора. Крепкий ход, но не очень активно направлен на развитие. Ну и довольно часто ошибки. Слон СА4. Но даже здесь конкретно это не ошибка, но бывают ошибки в других позициях, почему? Потому что пункт Ф7-Б3 оказывается под ударом и пункт Ф7, и пункт Б7, видите, две пешки, да? Ну, как-то здесь позиция приобретает такой динамический характер и, Алеша, скажем так, есть чем ответить на этот ход Теперь Д7, то есть прикрывается поле Ф7, ну и черное готово рокировать в длинную сторону Конь Ж5, еще один удар, ну и защита тут уже одна, Конь А6 У белых преимущество, Алешин дебют разыграл не совсем удачно Так, ну и теперь уже белые проводят небольшую комбинацию достаточно очевидную Слов бьет Ф7, Конь бьет Ф7, Конь бьет Ф7 Бить можно только шерзен И ферзь Б7 с двойным ударом на ладью и токаня, нагреваясь у черных разграбить Вот, ну у черных нашелся достаточно такой оригинальный ответ И, по крайней мере, позицию они уделяют и переходят в контратаку Король Д7 Брать на А8 надо Значит, проверишь материал И ферзь С4 С угрозой матом на Е2 Как мы видим Защита одна Ход Ф3 Вот И тут Алешин джеку слона Слон бьет Ф3 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 Ну, поскольку черные идут вперед, у них инициатива Защищались в те годы еще недостаточно Что-то хорошо Тут было, конечно, прочитать Белый вариант со взятием коня И пока, скорее всего, ничего не закончилось Но белые тут решили поиграть на победу Ну и сразу ошиблись Д3 Сделали ход, который немедленно проигрывает Ферзь бьет Д3 Уже угроза матом на Е2 Ф3 Тоже мат Поэтому здесь уже бить коня обязательно И какой ход сейчас черный сделает? После которого можно сдаваться белым Думаю Думаю За черным? За черным? За черным За черным После которого белым можно сдаваться Доброе утро Доброе утро Кто у нас еще? Рома И Бутузов Рома Бутузов Хорошо За черных Выдорожный ход Ищем Рома Завтра Турец Завтра Напоминаю Не забываем ЕД ЕД А угроза то какая после этого ЕД Один ферзь мат не ставит Кроме там Эпалетного Полуэпалетного Когда король Завтра Слон Е7 Конечно То есть нужно или мат ставить или ферзя выигрывать Ну а слон Е7 как раз ход с двумя угрозами Нападение на ферзя 1 и слон H4 угроза мата 2 Ну и все Можно сдаваться поскольку после H8 вот такой мат Или потеря в ферзя соответственно Так Хорошо Дальше Смотрим Так Алёхин Штерк Это уже 21 год Ну Алёхин это гений комбинации скажем так вот во времена Акта Поблака Когда тот был чемпионом Амира Бытовала такая история стоять назад Что шахты себя исчерпали и ничейная смерть будет Вот Алёхинский он так игру взорвал в какой-то мере и доказал что можно выигрывать его с помощью таких очень сложных комбинаций С простых позиций он не любил соответственно любил так игру закручивать Чтобы была посложнее и там уже соперник своих обыграл Даже вот и будете смотреть вот тут слева у нас столбик черно-белый компьютерная оценка бывает после его ходов Вот с точки зрения компьютера позиция в минус уходит то есть у него позиция хуже Но тут надо учитывать что люди не компьютеры естественно не могут прочитать там наверное позиция на 20 ходов вперед А позиция такой сложности что соперники не выдерживали Так фельдивый гамбит Так фельдивый гамбит Алёхин белый Е3 слон Д6 Ну сейчас слона конечно на Е7 ставит автоматически Так Конь Б5 Ну в принципе белый темп теряют Черный темп теряют Особо не меняется С6 Укрепили черный центр Конь С3 Ну получилось что Белый конем сделали Лишки ход Черный слон Ну и мой Слон Д3 ДС Ну сдается Центр вот в такого рода позиции как обычно Вот эти пешки С6 Е6 как такой Зубец который встречает В наступлении Белых пешек В общем то Ну В современных шахматах Обычно белый готовит Пролив Д5 И если он удается То вот тогда У белых есть шансы на вывозь Слон Д3 Так Слон Д3 ДСС С4 С5 Черный все Делают Гребут Подрывают Центр Ну тут я Натянем в сторону Взять 0.0 Б6 Ну а черным Осталось развить Белопонял Сон Чтоб закончить Е4 Слон Д7 Слон Слон Ж5 ФСС8 Ну Заранее Понимая Что на Д1 Появится Белая ладья Черные Убрали Ферзя на С И готовят Вход ладья До 8 Засадим ФСЕ2 У белых Соответственно ФС уходит Готовится На А На С1 У ладья Встать Слон Б4 Так Слон Д3 Слон Слон Вроде бы Черную пешку Но Это не так Потому что Сразу Обратить Слон Необязательно Можно Сначала Его Связать Сначала Связать Потом Забрать Конь Е4 К Тут Смотрим Что Происходит Конь Е4 Так Ферз У нас Попадет На Е4 После Чего Будет Атакован Конем На С5 И Черный Видимо Планирует Потом Слоном Отойти То Учитывая Тот Момент Что Он Ученый Фигура Е4 Не забрали Слон Е4 Ферз Е4 Поин С5 Вот Темп И Перекрытие Линии Ц Ферз Е2 И Стан А5 Нехорошо Стоит Ладья А Б1 Угрожая Входом Б4 Ну Ферз А6 Ну Черный Предлагает Размен Ферзей Чтоб Свои Дебютные Проблемы Ладья А4 Белая Не только От Размена Но и Ладью В дальнейшем Этого По четвертому Ряду Будут пытаться В атаку Конь А4 Так Что Конь А4 Зачем А Б4 Угрожал Хор Ну Конем Лучше Было Отступить Куда А Чтоб На Б4 Уже До Сотрудня Так Ну Так Ну Пока Не очень Понятно Ладно Тем Тем Не менее Ищем Ход За Белых Довольно Сложный Думаем И Предлагаем Учитывая Вот это Противостояние Ферзей По Диагонали То Что Ферзь на А6 Не Защищем То Белый Мог Сделать Тихо 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 Цепца Тихо Самостоятельно Тихо Тихо Можно сыграть Б4. А, вот как раз, думаю, похоже, что на Б4. Б5 хок будет. Видишь, теперь ладья подбором ладьи нужно отступить. Ну и слон у нас успеет подбежать теперь. А чтобы слон Ф6 не было, вот на слон Б6, допустим, слон А6 будет, да? Качество должно быть. Слон Д8, наверное, вот так. Так, слон А6, слон А6. Вот такое что-то, видимо, черное планирование. Поэтому... Где мы тут, вот здесь. Думаем, что белые сделать все, могут кроме Б4. Алекер, в первую очередь, в краях всегда цел. Думаю. Перест напротив ферзя. Вот такие вещи всегда внимательно смотрите. Перест не защищен. Значит, если ладья отходит шахом, будет открытое нападение. Да? Ну, открытой линии к королю нет. То есть, вот если бы не было пешки G7, и слона бы не было. Поэтому, что можно сделать? Не буду дальше. Пытаюсь слона поставить сразу на активную такую позицию. То есть, брать слона теперь нельзя. А слон уже атакует пешку G7. То есть, готовый белый уже какую-то матовую конструкцию посадать. Ладья Fc8. Попытка связать уже. Ну, на взятие, естественно, не ладью и будет черное забирать. Вот ладья Fc8 сильный, белый тоже. ФсЕ5. Что получается? Получается, что жертвуют ладью. Другое дело, что брать ее нельзя. Угроза защиты только G6 и пришли к черному гостю. Поэтому, что тут осталось делать? Ладья Fc5. Находится защита у черных. То есть, Fc5 перехода нет. Брать ладью. Что тут? Взяли, взяли. Если забрать где-то, то должна защита найтись. G6. Ну-ка, посмотрим. Так, забрали. Вот идея. Надо забрать. Но ладья Fc5, вот компьютер показывает, тоже выигрывает. так. Но тут, в общем, рассчитывать надо, потому что ход Fc3 есть. Вот такой. Теперь под боем обе ладья. И Fc6 защита есть. Другое дело, что ладья может на c1 отойти туда у ладья на c1 отойти. Но, по сути всему, какой-то вариант тут есть. Алекин Fc3 сыграл. Выбрал вот этот ход. Но вот видим, что он сильнейший. Фc3, G6, разумеется, другого нет. Ладья бьет А4. У белых фигура лишняя. Фcd3 с нападением на ладью. Ладья уходит в защиту так, чтобы у черных уже не было шансов для атаки. Фcf5 напали на слона, но просто его защитили, белые. Ну, разменивать ферзи черным все равно, что сдаться. Фc2, Fc6. Все, сдались черные. Так, Боголюбов, Алехин. Следующая партия, Алехин уже черная. Так. Ну, давайте, может, ее черным цветом посмотрим. Вот так вот. Так. D4, F5. Защит как называется? Голландская. Ну, вот, кстати, многие из вас еще не знают, что надо делать. Особо дебютов нет. Вот, обратите внимание, такой вариант есть. Каменная стена называется. Вот так вот четыре пешки черные расставляют. Вот. F5, E6, D5, C6. Вот. И такое построение называется каменная стена. Белым очень трудно пробить. Вот. Ну, а черные достаточно легко могут в атаку даже прийти, потому что поле E4 для коня очень хорошее. Ну, и вот этот пешкарек может подключиться к штурму в любой момент. Так что голландская защита, вариант с каменной стена, запомните, можете сами в интернете поискать. Так. Ну, поехали. D4, F5. C4, поле F6. Слон G2, слон B4, Ш. Так. Слон D2, слон D2. Конь D2, ну а там другой вариант. Слон C6. Конь GF3, рокировка. Рокировка. Ну, и черным осталось слона в развитии, поэтому Хоп D6. Ферз B3. Ну, Алёхин уже тут считает, что положение черных лучше. Это не так. Это, конечно. Ну, вот видно, что этот позиционер уже готовил. Ферз по диагонали смотрит на короля, поэтому король в костерапевтических целях соступает. Вторая С8. Ферз C3, A5. Ну, заранее такой ограничительный ход, потому что белые готовят А3, B4. Берем, чтобы они не заняли фланг. И теперь вынуждены делать действие по сравнению. Б3. Б3, ферз Е8. Ну, так же, как ход ферз Е1 у белых. Ферз Е8 ученых, чтобы выйти на такую-то позицию на А5 и на А6. Так. А3. Вот все-таки B4 белые готовят, но проводят уже в 3 ходе, как видно. Ферз Е8. А4. Ну, зря, наверное, белые эти пешки пошли, только свою оборону ослабили. Конь G4. Конь G5. Слон D7. Развитие закончено. Ну, и теперь смотрим, что было дальше. F3. Погоняем коня. И сразу F4. в том числе. Сейчас я тут вот посмотрел. Ф3. Оставлено. Ф3. Оставлено. Ф3. У меня кое-что пропустит. один ход пропустила давай с того момента где пропустил повторим так перца три вот тут е5 быстро продержим большому счету мало что 8 а 3 ферс h5 h4 пони же 4 он же 5 слон до 7 а вот там понял 6 вот и на f4 черный сырой е4 ну то есть видим идет борьба в центре и важно что черному уже удалось поставить пешку на е4 то есть они стараются пространственно завоевать ладья fd1 h6 пони h3 еще один ход направлен на завоевание центра d5 поле f1 поле е7 а4 ослабилось поле b4 поэтому он идет обратно на c6 так но дальше у нас идет позиционная борьба поэтому вопросы задавать не буду но вы готовьте скоро задам так ладья до 2 конь b4 но наш один из е8 ладья же 2 dc bc забрали черную пешку на 4 конь а4 конь b4 конь f2 слон d7 конь d2 b5 подорвали на флаге конь d1 конь d3 вот занял вот этот важный флопост ладья бьет а5 б4 ладья а8 бц ладья бьет е8 так комбинации многие из вас уже изучаю поэтому следующий ход ищу ищу Вроде бы все просто Надо ладью забирать Да Да Ну а то тогда что Смотрим Ладья Е8 Конь С3 Ну и черный Лишились главного своего козыря И тут надо посмотреть Но ученых получше Только за счет вот этого коня На Д3 Использовать уже сложно Пробежуточный ход Вспоминаете какой? С6 С6 вот это А пешки Ну да Ну тогда ты просто Останешься без двух ладей Все Раз Два Ничего нет Поэтому не С6 Пешка С2 С2 Конечно Помните, да? Проходная пешка очень опасна Если заход до превращения Она нападает на коня Потому что конь стоит очень неуклюже И у пешки как бы два поля превращения Она может и коня забрать И перейдем встать на царе Поэтому Заряжать ее чаще всего Очень сложно Ладья Е8 Шаг КВ7 У белых вроде бы две ладьи лишние Но У черных У белых да Две ладьи лишние Но черные сейчас Все идет Коньев 2 С1 Новый С шагом Коньев 1 Коньев 1 Ладья А2 Перец С4 Ну и тут уже явный перевес Черных Конечно Просто надо до победы Дело довести Потому что Видим, что Все белые фигуры зажаты Между собой взаимодействовать Очень плохо Так Ладья Б8 С4 Б5 Конь под ударом Ну и отварить его Особенно некуда Потому что На конь Д2 Тут ферзь С1 Будет И дальше Коньев 3 Поэтому Здесь надо Белым еще Качество отдавать Ладья Б5 Ферзь Б5 Ну и Пытаться что-то сделать Делать Так Разменивается Слон Также Ну и Ферзь Е2 Вот такой Подпись Которого Смотрим Особых ходов У белых Не осталось Д5 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 Отдаю 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 Две пешки Ферзь Е2 Ферзь Е2 Поэтому Поэтому Алекин Этот ход Исполняет Ну и Дальше У нас По этому Варианту И пойдет Королев Дальше Ферзь Королев Что тут Ф1 Ну и Дальше Просто Король Пошел Королев Ф2 Королев Ф7 Королев Это Королев Ф6 Королев Ф4 Д5 И Сдались Белые Ну Понимаете Да Что Аньшпир Легко Выигран Тут Допустим Можно Даже Не считая Варианты Да Можно Даже Вот так Чтобы Побыстрее Осталось Так Алёхин Тараш Следующая Партина Ну Тараш Сильнейший Гроссмейстер Того Времени Играл В матч На первенство Мира Был Таким Можно Сказать Конкурентом Немцовича Шах Тетю Немцович Утверждал Что На Центр Надо Фигурами Давить Так Что С Немцович Подрывать И У них Полемики Были Острые Для Эти Следующих Так Алёхин Белый Как Защита Называется С С Ребята Потихоньку Дебютом Интересуется Начинаете Исцевать Уже пора Основной вариант Взятия Ну обычно А4 сначала После Б5 Белые остаются без пешки И получается Такая очень острая игра Здесь пешку белые отыгрывают В этом варианте Ну кое на дула стоит Плохо Так Ну что тут Надо чудо-кольного слона развить Потом придумать что с конем сделать Поэтому Пешка идет вперед Заодно И еще на поле мы сломаем Отвелая база Черная Укрепляет пешку на Б4 Коин С1 Но видимо хочет на Б3 А6 Проблема с конем решили Белые и черные Хотят разменять активно встану Белых Конь FD2 Белые ставят Конь на C4 Но он не начинает по центральному порядку И немного доминировать Подрыв Нападение с темпом Нападение с темпом КСB7 И D5 ЕД ЕД Пешку на D5 Черном надо заблокировать Желательно на D6 коня Поставить Вот Пока что На коня C4 На паре Поэтому Белым надо Черять темп на защиту Конь 8 Конь Б А5 Конь Е4 Конь С6 Ж5 Слон Е5 Ну видим, что в центре белый и черный полностью переграли Ну и поэтому уже партия решена Конь бьет Е5 Конь 6 на Е5 Но имеет такое преимущество в центре Здесь И атака на слабленного короля Может пойти и пешка Вперед То есть тут уже победа, конечно Видите, преимущество в центре Всегда Гарантирует Лучшую позицию А6 Забрали здесь Забрали здесь Проходная пошла вперед Ну и просто забрали еще одну пешку Белым Ну и все В этой полицию уже зависит Черная Так Ну давайте еще посмотрим Несколько пальцев Сколько успеем Так Алекхин Земеш Сициальянская защита Так Конь Ф3 Конь С6 Обычно сразу до 4 Играют Алекхин сначала Свол Е2 Отдает даже слона Алекхин за то, чтобы Овладеть Центром Так Конь С3 0-0 Ну в принципе Ход слона Ф4 Допустим Тоже сделать Можно Но куда лучше Слона Развить Сделал Так Думаете Куда будем Солон Развивать На Ж5 На Ж5 Можно Да Ну на Ф4 Я сказал На Ф4 Нельзя Конечно Вот Е5 Повторяется Вот На Ж5 Но еще Лучше Чтобы был Вот опять Такой же Фигурно Фешный Центр И слон Давил на поле Ж7 Квенкетировать Его На самом деле В3 И потом Поставить На В2 Вот такие Полиции Часто Встречаются И часто Белых Выгибают Б3 Ну против Такого Построения Основной Ход Конь Д7 И Конь Выходит На Ц5 Чаще всего Ну и Смотрим Что Происходит Слон Благодаря Противовес Белому Слону Выхваченный На Ф6 Ладья А Д1 А6 Фежи Б3 Требства Слону Кроль Х1 Ладья Д8 Ну и Теперь Ладья Стоит На Ф1 Пешка Идет На Ф4 Помогая Организовывать Белым Атаку Ну и Ладья Уже На Ф Стоит Готова К Стреть Линии Так Б6 Ф5 Слон Ладья Так Ну и Снова Думаем Какой Ход Сделать Думаем Считаем Варят Потому что Ход Довольно Нежный Думаем За Угу М uncover По М М М М М М М Продолжение следует... 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 ПЕСЦ2 делаю батарею, рассчитывая себя в помощь игру как-то уравнять G6 обратно через Н2, конь опять же встает на форпост, и чтоб слизить давление черных, белые предлагают равниненционно. Так, и пытаются оставить эту задачу. Размен, ладья С1, Е5, конь Б3, ножное преимущество, очень большое у черных. Так, Е4. ПОИН Б3, Е4. ПОИН Б4, ладья Е8, ладья ФД1, конь Е5. Заходит уже на Д3, конь А2, но этот ход провел достаточно быстро. Пытаясь опять же разменять ладьи и поставить конь на С1. Конь Д3, ладья С8, ФС8, Ф3. Ну, здесь Алекин провел комбинацию. Давайте ищем ее, с какого входа она начинается. ПОИН Б4, ладья С1. ПОИН Б4, ладья С1. Субтитры делал DimaTorzok 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 Вопрос кого схватить? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Думаю, здесь уже достаточно просто Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Книга первая такая про ладину Эльшпера, вышло там не было ну большинство партий Рудмештейна, так ладья c1 c6, c2 a6 и a4 против b5, так ладья e8, слон d3 dc, слон c4 конь d5, слон f4 конь f4, e fc5, dc fc7, слон d3 нацелилась на h7 уже, b6 над слона защитить, слон бьет h7, и ход король h8, Алёхин называет решающую ошибку, но так оно и есть, слон e4 ладья a7, b4 слон f8, psc6 ладья b7, другого входа нет, g3 b8, конь g5, ладья a8 на d8. Ну что, какой ход сейчас белым сделать для Лёш? и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...